Здравствуйте! Новости Москва-Баку. В Азербайджане накануне торжественно открылось совместно Азербайджано-российское предприятие Автолизинг Азербайджан. Комплекс находится в промышленном парке экономическая зона Аразская долина. В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Татарстана Рустам Мениханов. В новый промпарк входит технический сервис, который будет играть роль хаба в обслуживании грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, используемых на освобожденных территориях Азербайджанской Республики. Общий объем инвестиций в строительство предприятия составляет около 6 миллионов долларов, из которых уже вложено более 5 миллионов 200 тысяч долларов. На территории в 200 гектаров будут созданы логистические торговые центры, складские комплексы, объекты оптовой и розничной продажи, таможенный пункт. Территория полностью очищена от мин и боеприпасов. Кроме того, промпарк расположен рядом со строящимися автомобильными и железнодорожными магистралями, которые создадут новые возможности для перевозки грузов из Азербайджана в Турцию по Зангизурскому коридору, а также через территорию Азербайджана в Россию. В ходе своей поездки в Азербайджан глава республики Татарстан побывал в Зангиланском районе Азербайджана. Президент Ильхам Алиев и Рустам Мениханов посетили умное село Агалы и объехали его на электромобиле, за рулем которого находился азербайджанский лидер. Отметим, что на сегодняшний день в рамках Великого возвращения в Зангиланское село Агалы переселено 86 семей, 420 человек. Поселившиеся в селе Агалы жителям обеспечены домами, оснащенными умными технологиями. Известно, что Татарстан активно помогает Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий, в том числе в Зангиланском районе. Президент Ильхам Алиев и Багали. Президент Ильхам Алиев и Багали. Накануне в рамках визита главы Татарстана в Баку отметили татарский национальный праздник Сабантуй. В этом году мероприятие было посвящено столетию со дня рождения Гидара Алиева. Открывая праздник, Мениханов отметил, что Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и сотрудничество между странами будет продолжаться и в будущем. Россия и Азербайджан проводят совместную операцию в приграничных районах под условным названием «Граница щит». Мероприятия носят профилактический характер и направлены на выявление и нейтрализацию организованных преступных группировок и членов террористических организаций, пресечения каналов поступления финансовых и материальных средств, направленных на реализацию оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств. Операция проводится в соответствии взаимным соглашениям, достигнутым между министрами внутренних дел России и Азербайджана. В связи с проводимой операцией на территории Губинского, Гусарского, Хачмасского и Габалинского районов установлены посты полиции. Мероприятия российских и азербайджанских оперативников продлятся в приграничных районах неделю до 25 июня включительно. По сообщению азербайджанской стороны, такие комплексные оперативно-розыскные мероприятия проводятся регулярно. Вице-премьер России Алексей Аверчук на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о том, какие препятствия остаются между Азербайджаном и Арменией для разблокировки транспортных коммуникаций, в частности, Зангизурского коридора. Мы провели встречу в формате трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. В результате был сформирован комплексный документ. Он декларирует, что разблокирование транспортных связей в регионе начнется с восстановления железной дороги, которая пойдет по маршруту Ярасх-Джульфа-Мегри-Городис и, исходя из уважительного отношения к суверенитету сторон, определяет основные подходы к порядку пересечения границы между Азербайджанской республикой и Республикой Армения. Ни одна из сторон не подвергает сомнению, что отдельные отрезки этой дороги будут под юрисдикцией той страны, на чьей территории они находятся. Таким образом, применительно к данной дороге в Азербайджане будет применяться азербайджанское законодательство, а в Армении – армянское. Казалось бы, очевидные вещи, но с учетом отношений, сложившихся между двумя государствами и народами, все это необходимо оговаривать. При этом российский вице-премьер отметил, что одна из основных проблем – это доверие между сторонами. Поэтому процесс деблокирования небыстрый, и цель трехсторонней рабочей группы – поступательно решить все задачи, с этим связанные. Самая большая проблема – это доверие. Именно из-за этого переговоры движутся медленно. В конечном счете по дороге поедут обычные люди – азербайджанцы, армяне, граждане других стран. Как они будут при этом взаимодействовать друг с другом при переходе границы? Насколько будет обеспечена их безопасность при перемещении по территории другого государства? Это на сегодняшний день основной вопрос, на который мы вместе хотим ответить. Также Аверчук заявил, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет. Все понимают, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет, и лучший способ достигнуть мира – это открыть людям возможность мирно взаимодействовать, строить общую дорогу, по которой потом поедут люди и грузы. Начнется нормальная жизнь, торговля, и постепенно старые обиды отойдут на второй план. При этом Аверчук добавил, что в мире сложно найти примеры, когда враждующие стороны стали бы обсуждать восстановление транспортного сообщения сразу после прекращения боевых действий. Ранее Аверчук по итогам заседания рабочей группы Москвы, Баку и Еревана, которое прошло 2 июня в российской столице, отметил существенный прогресс в диалоге о разблокировании транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Между тем, сегодня выступая на брифинге в Армении замглавы МИД Ван Кастанян заявил о том, что Ереван и Баку пока не договорились по ряду ключевых вопросов, в том числе по картам для делимитации границы. Он также добавил, что позиции сторон достаточно далеки друг от друга, но работа продолжается. На данный момент нет согласия на основе карты какого года должен происходить дальнейший процесс делимитации и демаркации. С момента окончания Второй Карабахской войны и подписания совместного заявления России, Азербайджанам и Армении в ноябре 2020 года обнаружены останки почти 400 граждан Азербайджанской республики, убитых во время Первой Карабахской войны. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам военно-пленных, заложников и пропавших без вести Ильдар Самедов. Сегодня же стало известно, что в освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе Азербайджана на территории села Мсары-Джалы обнаружено еще одно массовое захоронение. Инцидент зафиксирован у обочины дороги Агдам-Хендар. Там были найдены останки четырех человек, а также части военного грузовика. Предполагается, что во время Первой Карабахской войны они были убиты членами армянских вооруженных формирований. После убийства их трупы были закопаны у дороги. По словам заместителя руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам пропавших без вести, очередная страшная находка в Агдаме является еще одним фактом преступлением, совершенного Арменией против Азербайджана почти 30 лет назад. Это уже восьмое массовое захоронение. С момента подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией в 2020 году на сегодняшний день обнаружены останки почти 400 наших граждан. Работа в этой области продолжается. По имеющейся у нас информации, на данной территории наряду с нашими военными были убиты и мирные жители. Еще больше новостей читайте на портале Москва Бакум. Ссылка на сайт в описании под этим видео.